Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, 15 ноября, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 4 глава, стихи с 1 по 12. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа и Иисуса, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде вы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Господь не к нечистоте, но к святости. И так непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего Святаго. У братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. «Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более-более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично, пред внешними и ни в чем не нуждались». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания апостола Павла к фессалоникийцам. Это его первое послание. И в 4 главе, в этих 12 стихах, апостол Павел увещевает фессалоникийцев и наставляет их в их нравственной жизни. И в первых двух стихах он говорит о том, что фессалоникийцы, наставляемые апостолами, знают заповеди Господа Иисуса Христа, знают их так, как их передали им апостолы. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Воля Бога, фессалоникийцы уже освящены Богом и освящены Его волей. И эта воля говорит им о том, что они должны воздерживаться от блуда. Дело в том, что фессалоникийцы, только-только что, перешедшие в поверившие в Иисуса Христа и принявшие в себя зерно веры, еще не могли по своим старым греховным привычкам отказаться от предыдущего образа, стиля жизни. Все мы знаем, как много в нашей жизни, какую большую роль в нашей жизни играет привычка. И вот фессалоникийцы, вероятно, привыкшие к языческому образу жизни, к тому, что в их жизни до пришествия в их сердце веры, в их сердца веры в Иисуса Христа, какие-то аспекты нравственной жизни были для фессалоникийцев безразличны, и они не обращали на это внимания. Вера языческая, нужно понимать еще этот факт, что вероязыческая в Римской империи – это не было некое богословие, это была некая практика, и зачастую это была лояльность Римской империи, лояльность власти. И государство выступало гарантом языческой состоятельности. Жрецы состояли на службе у Римской империи, и это был часть механизма. И если ты выступаешь в противоречии с язычеством, то ты вступаешь, соответственно, в противоречии с государством. Но речь здесь идет о том, что вот этот вот стиль жизни, стиль жизни, когда для тебя твой культ, твоя практика веры является не чем-то основополагающим в твоей жизни, а просто привычным ходом событий, и какие-то предписания, которые заключены в этой языческой вере, кажутся тебе безразличными. Так вот, когда люди перешли в христианство, они перешли с этой же психологией. Трудно за короткий промежуток времени переменить себя. И это сложно. И здесь апостол Павел, конечно же, устремляет свои слова к тому, чтобы христиане-фессалоник отказывались от своей привычной прошлой жизни, и прежде всего воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас сумел соблюдать свой сосуд святости и чести. Многие толкователи говорят о том, что слово «сосуд» может обозначать два, скажем так, термина. Один из терминов — это тело, свой сосуд — это от... свой сосуд, то есть свое тело, от блуда нужно защищать и уметь соблюдать его в святости и чести. А также многие толкователи говорят о том, что это эфемизм, обозначающий женщину, женщину, то есть жену человека. И нужно соблюдать свой сосуд, то есть жену в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, то есть не возжелали жены брата своего, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к чистоте, но к святости. И мы уже, освященные благодатью Божией, не можем возвращаться к предыдущей жизни, потому что эта святость возводит нас в новую парадигму жизни, в новое пространство жизни. И теперь уже нарушение этой чистоты, нарушение заповедей Божьих влечет за собой непокорность не просто каким-то человеческим предписаниям, но непокорность Богу, который даровал Святого Духа своего. И, соответственно, тот, кто противится, противится заповедям Божьим, противится Богу и не соблюдает себя в чистоте и святости. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». И к этому же призывает апостол Павел Фессалликийцев и в дальнейшем. Он об этом молился в 3 главе, в конце 3 главы мы с вами говорили об этом. Он молился об умножении любви. И он знает, что фессалоникийцы знают, как любить друг друга. У них есть этот опыт, но он просит их усердствовать именно в этом. Учиться любить ближнего, учиться любить друг друга. И дабы поступать непорочно и благоприлично перед внешними, то есть перед языческим миром, и ни в чем не нуждались. Он просит их трудиться, трудиться своими руками, чтобы они смогли, сумели обеспечить себя, чтобы они старались жить тихо, делать свое дело. К этому, к умеренности в своей жизни, призывает апостол Павел, чтобы быть благоприличными перед внешними и ни в чем не нуждаться. Итак, будем молиться, дорогие братья и сестры, и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, я бы взялся в великолепие Твое при высшем небес.